Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Ака Марачи. Помните, у нас был вопрос, какие игры лучше поснимать, и всё такое в этом духе. Аркану он поснимать не смог, Готика тоже что-то как-то на Windows 10 нормально не смогла установиться. Ну и в итоге там был комментарий, когда сказали, что ты можешь поснимать любую свою старенькую игрушку для ностальгии, которая тебе очень сильно нравилась. И одна такая игра, это Странхолд. Я думаю, многие играли в эту игру. Это самая первая часть Странхолда, только в HD качестве. Очень крутая игра, она у меня вкуплена в Стиме, лицензия. Столько воспоминаний по этой игре и вообще мыслей. Прям погружаюсь в те годы, в те времена, когда у меня был вообще старый-старый компьютер, и я играл в эту игру и просто получал огромное удовольствие. Это было что-то с чем-то. Эта игра, знаете, несравнима ни с чем, и ей нет равных. Вот я считаю так, вот именно вот эта вот часть, вот ей нет равных. Если бы ее проработали и еще бы сильнее доработали, это была бы великолепная стратегия всех времен. Ну ладно, хватит разглагольствовать, я буду проходить именно миссии, компанию, всю компанию. И начинаем мы с первого лагеря, никакие слова, диалоги пропускать не будем, будем полностью идти по сюжетной линии. Очень хочется, чтобы на канале у меня была вот эта атмосфера древнего королевства, тех вот времен, когда были замки, рыцари и прекрасные девы. Поэтому окунаемся в великолепные воспоминания былых времен и начинаем. Первый лагерь. Нибель королевства. Продолжение следует... Так, понятно, у нас будет месть нами двигать. Нам следует поторопиться. Нужно ковать железо, пока горячо. Только не это. У нас мало людей, нас просто перережут, как овец. Мы должны переждать и собрать все силы. Чушь! Я возьму шестерых моих лучших людей, и под покровом ночи мы проникнем на территорию врага и... Нет-нет, послушайте. Наши люди вот-вот начнут голодать. Вот что мы должны сделать. Яростные споры продолжались далеко за полночь, и, наконец, лорд Вулцак вызвал вас к себе. Сэр Лонгарм говорит, что хорошо знал вашего отца. Поэтому я дам вам шанс проявить себя. Пора вам попробовать себя в деле. Ну вот и начинается наша с вами первая миссия. Будем вот захватывать все-все-все земли. И в итоге будем воевать с Волком. Вот логово Волка. Самый сильный перс это Волк у нас здесь по этой игре. Все остальные не очень. Нам нужно, чтобы вы организовали устройство постоянного лагеря. Найдите подходящую вырубку. Разместите ваш замок, милор. Ну, думаю, всем понятно. Нам нужно построить замок свой, заготовить лес и все в этом духе. Сейчас я все это сделаю. Постройте амбар, сэр. Покажу, как это можно все быстренько организовывать. Дерево. Вначале у нас будет только 8 крестьян, потому что нету домика. Поэтому мы сейчас строим несколько домов. Так, и построим еду. Вот у нас как раз 2 еды хватит. Вот так вот рядом с амбаром. Будут они стрелять оленей, собирать мясо, освеживать его и в амбар. Здесь мы можем, по-моему, даже половинный рацион поставить. Наш золотой запас стабилен. У нас люди не переживают то, что половинный рацион, ничего в этом страшного нету. Мясо нам надо добыть, дерево нам нужно добыть. Это все делается очень быстро. Здесь все просто. Где-то тут была... Где вот у нас шкала? Я вот, кстати, не помню, есть тут шкала или нет. Или тут первые миссии просто так. Вот правда. Провизии убывают, мой лорд. Так. Нет, 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 нет. Не то. Короче, здесь, наверное, без времени. Просто нужно добыть. А так потом будет появляться шкала. И показывают, что за определенный промежуток времени нам нужно добыть ресурсов. Или сделать луков, или еще что-то. Но это... Ладно. Сейчас у нас начинается именно то время, когда... Вот действительно воспоминания. Вот эта вот игра. Но это просто супер, дорогие друзья. Кто никогда не играл в эту игру... Популярность падает. Да, популярность падает. Кто не играл в эту игру... Поиграйте. Я вам настоятельно рекомендую. Эта игра просто бомба своего времени. Разведчики докладывают, что поблизости бродят стаи волков. Нам нужно помещение для хранения припасов. Угу. Ну, припасы есть у нас, все есть, все нормально. Все, победа, дорогие друзья, смотрите. Мы выиграли уже первую миссию. Но это понятно, это все легко. Потому что... Победа! Потому что уже... Опыт. Пока люди переносят припасы в амбар, Сэр Лонгарм и Лорд Вулсак осматривают лагерь. Ага. Хорошо сработано. Неплохо для первого задания. Еще бы, друган, столько лет отыграть. Да что вы, этот идиот устроил лагерь прямо посреди волчьей тропы. Так это же отличная возможность попрактиковаться перед настоящим делом. Теперь придется высылать разведчика, чтобы найти место получше. Нас обосрали, потому что мы с вами идиоты. Построили лагерь. Хе-хе-хе. В волчьем логове. Ну, ничего. День ото дня лагерь подвергается нападению волков. А их постоянный вой не дает людям спать. Ситуация готова выйти из-под контроля. Но тут возвращается разведчик лорда Вулсака. И теперь вас вызывает в палатку командиров. Сэр Лонгерн убедил меня дать вам еще шанс. Мы нашли остатки заброшенного форта. Каждую зиму это кравство наводняет волки. Так что вы должны привести форт в порядок как можно быстрее. Сейчас провал может привести к катастрофе. Так что будьте начеку. Чтобы обеспечить безопасность людей, вы должны укрепить форт до наступления зимы. Пусть ваши лучники убьют как можно больше волков. Но это все понятно. Сейчас все сделаем. Стартуем ребята. Так что это за фризы у нас здесь. Мне это не надо. У меня такого не было. Что это такое секунду. Итак ребята. Фризы. Скорость игры 45. Короче фризы. Иногда бывают. Видно все таки Windows 10 это. Ну такое дело. Думаю вы понимаете о чем я. Подлагивание всякая ерунда. Давайте теперь построим. Домиков. С едой. Оу. А не. Вот тут видите как сделано интересно. Тут к примеру если нет у вас дерева. Вообще вы все равно один домик древосека поставить сможете. Чтобы вам чувак натаскал дерево. Запасы провизии пополняются сэр. Запасы золота неуклонно растутка. Делаем сразу половинный рацион. Ибо нефиг. Ну и еду нам нужно экономить. Тем более по миссии. Нам нужно мясо. Нужно достроить замок. Экономим. Замок достроить это конечно еще тот будет. Немножечко геморрой мне кажется. Сколько надо деревянный баркан. Блин а что ж построить. То что попроще или то что. Ммм. Даже мы ее даже не сможем тут поставить. Вот тут только если. Девушкин матрешкин. Ну ладно. Пусть. Тает это ладно. Это ничего страшного. Теперь ждем пока. Наш один дровосек. Наделает дерево. Досок. Нарубит. Наделает. Притащит сюда. А потом уже будем. Строить еще домики. Чтобы. Побольше было дерево. Запасы провидии пополняются. Мяса у нас будет достаточно. Три домика нам хватит с головой. Запасы провидии пополняются. Вообще. Вот мясо это хорошая штука. Но есть единственная проблема. Когда олени всех выбьют. На локации. Олени больше не возрождаются. И все. И вы останетесь без еды. Поэтому. До этого времени. Вам нужно. Вот. Кровь из носа. Либо чем-то заменить. Провизию свою. Я не знаю. Там сыром. Или еще чем-то. Ну короче. Чем угодно. Вам нужно будет заменить. Иначе будет очень плохо для вас. Так. Нам нужно. Можно еще пару домиков построить. В принципе. Так. Ага. Дальше склады не ставятся. Ну и ладно. Один хотя бы поставился. Уже хорошо. А замок мы достроим. Хотя у нас есть ворота. Тут можно в принципе вторые не ставить. Сейчас подумаем. Сказали заброшенный форд. Но это наверное вот как. Вот это посчитали наверное. То что этот форд заброшенный. Типа. Забор есть. Есть какое-никакое подобие дверей. Наверное вот это и посчитали фордом. Ммм. Напасы провидии пополняются сэр. Естественно. Люди доверяют вам. Ваши светлости. Доверяют это хорошо. Запас стабилен. Мы можем сделать чтобы мы им платили деньги. Тогда у них будет больше преданности нам. У них будет больше счастья. Но это все потом. Тут можно очень интересные махинации со всем этим устраивать. Если все таки этот летсплей найдет отклик зрительских симпатий. И вы много его посмотрите. Будет много лайков. Много комментариев. И тому подобное. Мы можем с вами просто потом поиграть. В выживание. Ну как на карте. Где нужно расстраиваться. Сделать огромную базу. Кучу кучу всего. Но естественно там не повоюешь. Вот в этом только проблема. Потому что там строишь, строишь, строишь. Так. Волки это плохо. Вот наверное отсюда будет сейчас приходить. Волки. 45. Сейчас они будут убивать. Ну вот первые какие-то проблемы. Ох ешкин матрешкин. Все лучники погибли. И еще волки остались. Охренеть. Да. Не ожидал я такого. Король. Король. Всех разметелил. Король красава. А вот теперь и первые проблемы. Крестьяне не приходят. Запасы провизии пополняются, сэр. Ставим обычное. Кормежка неплохая. Естественно. 38. Надо подождать пока сейчас до 50 и дойдет. Можно. Можно сделать вот так. Люди быстро. Хотя даже. Вот так. Чем больше счастья. Да это ладно. Сейчас мы все это наберем. Денег всего-всего. Будет нормально. Так. 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 Еще нужно не забывать, что могут просто прийти. Еще. Волки. И они скорее всего придут. Нету, да? Шкалы все равно нигде. Ну и ладно. Бог с ней. Давайте построим пару домиков. Чтоб люди... Нам приходят новые люди. Много домов сразу лепить, строить. Я вам не рекомендую тоже. Потому что... Чем больше людей, тем надо больше их кормить. А если люди просто сидят возле костра, бьют баклуши, то есть они ничего вообще не делают, и вы их на работу никуда не отправляете, они у вас не назначены. Они просто жрут вашу еду, но пользы они никакой вам не приносят. А это самое страшное, когда человек живет на налоге государства... Ой, на налоге государства... Такое сказал. Самое страшное, когда человек просто тупо сидит, кормится с казны, с налогов, да, обычных граждан, которые работают, но при этом ни хрена не делает. И поэтому, чтоб такого не было, надо всех людей отправлять на рабочку, чтоб они исшачили. Как бы это жестко не звучало, но это на самом деле так. Еще ставим домиков. Естественно, все хорошо, бабки платятся, хавка кушается. Все, теперь мы просто ставим ноль. Налоги вполне справедливы, сын. Ну конечно, друг, ну что ты... Запасы провизии убывают, мой лорд. Ну ничего, у меня уже построил еще домиков охотничьих, теперь будет все хорошо. Сейчас буду добывать оленей. И ждем еще одно нашествие волков, которое нам нечем отбивать. И нам... Вот зараза. Снова волки, сэр! Вот это плохо. Это очень плохо. Заводим короля наверх. Заходи, друг. А что, туда не заходят, что ли? Почему? Ладно. Наверное, замок, потому что маленький. Не хотелось бы проигрывать первую свою миссию. Ну короче, будем надеяться, что не проиграем. Крестьяне никого бить не могут. Так, король лупасит волков. Все рабочие нет. Как? Дровосеки, охотники могут лупасить. А все остальные нет. Так, ну все, мы в принципе справились без потерь. У нас были еще крестьяне, все, дровосеки, носят дрова. Теперь надо построить забор. Достроить, так сказать. Давайте теперь еще построим вот такую вот штуку. Так, прошу прощения. Это мой таймер, сколько прошло времени. Ох, а как же нам построить? Вот я не помню, как вот так вот. Ее можно как-то разворачивать. Я просто не помню, как, ребят. Как они разворачиваются, вот честно. Ладно, давайте сделаем так, как было. Ну, по всей видимости, построю пока вот такую. А, все, все понятно. Давайте вот так вот мы построим стену. И теперь мы достроим наш... Нашу бунгало, не знаю, как это назвать. Все, по идее... Достроить замок. Вот, все, засчитали нам победу с вами. Вы победили, сэр! Отлично, победа, в общий счет, все зачетно. На этом наша серия одна подошла к концу. Мы сделали с вами две миссии. Комментируйте, пишите, ставьте лайкосики, подписывайтесь, если вам понравилось. Давайте, как бы, играть вместе. Скачивайте тоже себе. С вами была Камарачи. И увидимся в следующей серии. Покеда! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok